Возлюбленные Богом, братья и сестры, скажем «Слава Богу!» «Слава Богу!» «Христос народы все!» «Слава Богу!» «Аминь!» Сегодня у нас очень торжественный, очень радостный праздник, который мы называем «Рождество», где мы вспоминаем, мы празднуем пришествие Иисуса Христа, Сына Божьего в этот мир. И я хотел вас всех пригласить, чтобы мы в это утро порассуждали над одной фразой, которая записана в Слове Божьем в книге пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Написаны такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Сын дан нам. Насколько мы задумывались, насколько мы вникали в эти слова, братья и сестры. Давайте немножко сегодня порассуждаем. Сын. Кто это? Какое значение имеет это для нас, что сын был дан нам? Когда об этом говорит апостол Павел, 2 послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Он говорит «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Апостол Павел называет этот подарок, этот дар неизреченным. То есть то, что словами невозможно передать. По-другому можно сказать «неописуем». В английском переводе «unspeakable», «undescribable». То есть невозможно передать словами такой огромный подарок. Если каждого из нас спросить, вот праздник Рождества, он связан с подарком и во многом. Спросить, вот какой подарок мы вот самый лучший бы такой, которым бы мы мечтали получить на Рождество. Ну, маленькие дети, наверное, это для них конфеты. Им подарить конфеты. Они такие счастливые, такие довольные. Я помню, как я маленьким своим племянникам, например, большой пакет конфет подарил, они аж поднять не могли. И они такие довольные, улыбаются, смеются. Это такой подарок для них. Если спросить подростка, там лет 16-17, какой для тебя подарок самый лучший? Наверное, многие бы сказали «машину». Вот машину бы мне иметь. Это самый лучший подарок, о котором мечтают люди в таком возрасте. Кого-то постарше спросить, какой самый лучший подарок. Кто-то скажет «ну вот дом». Если бы кто-то мне дом подарил, это вот какой огромный подарок. У кого-то побольше фантазии есть. Кто-то бы сказал «ну остров, если бы мне кто-то подарил». Или страну какую-то, еще что-то. Ну, вот такие подарки есть. Знаете, вот все эти подарки перед Богом, по сути, это ну ничто. Ну, золота много, денег много, еще что-то. Бог может сколько угодно сделать это золото, еще что-то. Но вот подарок, который Он приготовил, Сын, это неизречимый. Это нельзя передать словами. Сын – это что-то очень большое. И если вот так спросить, ну что это, кто это, вот Сын? Поверхностно можно словами сказать, ну, это Бог. Бог пришел в этот мир. И, ну, на этом все, можно дальше не рассуждать и больше не знать ничего о Сыне. Если можно вот такое сравнение сделать, почти у каждого есть телефон, да. И если спросить, ну, что такое телефон? Ну, кто-то скажет, ну, это по сути компьютер, да. Кто-то скажет, ну, это, я на нем делаю фотографии, смотрю фотографии вот на телефоне, это можно делать. Кто-то скажет, ну, можно на интернет заходить, информацию всякую находить. Кто-то ответит, ну, там программы разные есть, можно пользоваться, чтобы делать то, другое, третье. Я когда занимался с компьютерами, ну, так немного знаю, как что работает, на таком примитивном уровне неком. Ну, например, если взять те самые фотографии, экран, чтобы их высветить, то там много маленьких лампочек. И каждая маленькая часть, она состоит из трех разных цветов лампочек. Это красная, зеленая, синяя. И вот они по очередности включаются, и там очень много этих лампочек. Они правильно включаются для того, чтобы вот картинку выдать, то, что мы видим. Или если взять тот интернет самый, знаете, то сначала это люди пробовали, чтобы два компьютера могли с собой разговаривать, так сказать, передавать информацию. И они вложили в это много ресурсов, ресурсов времени, чтобы этого достичь. Чтобы была коммуникация между компьютерами, чтобы передавали информацию. И потом подключили еще больше, больше компьютеров к этому всему. И сейчас создана большая сеть, чтобы передавать эту информацию. Много компьютеров между собой общается, так сказать. Но чтобы, знаете, передать информацию, это надо правильно все сложить, сделать метод, как это передать информацию. Сделать так, чтобы информация теряется по дороге, чтобы она не потерялась, чтобы разные ошибки, преграды есть для этого. И надо вот это все сделать правильно, чтобы информация та, что посылается, чтобы она пришла по назначению. И в этом много тоже потрачено ресурсов, знания человеческого. Построены вышки, да, для того, чтобы информация вот передавалась. Много в это очень вложено. И взять тот самый программы, которыми мы пользуемся. На таком очень простом уровне это просто электричество, которое вот включается и выключается. Как говорится, ноль и один, да, ноль это нет электричества, один это есть электричество. Вот это самое такое простое, из чего это все сделано. И потом из этого построены так называемые ладжик гейтс. Это такие ворота логики, которые помогают компьютеру, дают возможность решать разные задачи. Если так, то так пусть будет. И на всем этом вот построена в итоге программа, которой мы можем пользоваться. Если взять еще таком, еще ниже уровень, говорить о том, что такое электричество, что такое энергия, то ученые еще не понимают до конца, еще не достигли этого, чтобы понять, на самом деле, ну что это такое. Но вот мы пользуемся этим очень успешно и много чего делаем через это. Хотя мы не понимаем многое об этом. Нам дал был сын, подарок для нас. Ну вот нам подарили телефон, мы пользуемся им, мы много не вникаем, не рассуждаем, что это такое. И, ну это как бы нормально в этом случае. Но если нам дан сын, то здесь намного больше. Это большой подарок, это прекрасный подарок, который трудно описать словами, но который стоит вникать и понимать, кто он такой, какой у него характер, что он с тобой представляет. И когда апостол Павел говорит о нем, то говорит, я от всего отказался, я все почитаю за мусор, ради того, чтобы понять, кто такой Христос, познать Его, Его сущность, Его натуру. И знаете, если вот нам говорят, нас спрашивают, кто такой Бог, и если наш ответ, он очень такой простой, ну, вот кто такой этот сын в данном случае, наш ответ может быть простой, но это Бог в общих чертах. Но насколько мы глубже и больше Его понимаем, это уже будет зависеть от того, насколько мы близко с Ним познакомились, насколько мы хорошо Его знаем. И, кстати, наше место в вечности тоже будет зависеть, насколько мы хорошо Его сегодня познали, будет зависеть в вечности, насколько близко мы будем с Ним в вечности, братья и сестры. Поэтому это тоже очень важно. И апостол Павел, понимая это, говорит, я от всего отказался, я хочу вот познать Его. Но встречаясь с разными людьми, общаясь с другими христианами, апостол Павел также однажды написал одним христианам и говорит, что, братья, дорогие мои сестры, стыду вашему, к вашему стыду я вам говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Не знаете вы Бога. Вы называетесь христианами, да, вы ходите, может, на собрание, но вы не знаете Бога. Так как вы выражаетесь о Нем, что вы говорите о Нем, так как вы проводите свою жизнь, но вы не знаете Бога. Почему? Потому что, если мы узнаем Бога, то это невозможно, чтобы человек не поменялся, узнавая, кто такой Бог. И мы через это меняемся, когда узнаем, познаем всю глубину, кто же это такой, что это за сын. И просто невозможно не поменяться, познавая Бога. И поэтому, братья и сестры, давайте будем вникать в это. И знаете, вот в рождественские дни, когда мы собираемся в кругу семьи, например, то хорошее времяпровождение будет порассуждать о том, что это за сын, кто это такой. И здесь, в этом же стишке, больше нам дается темы для рассуждения, кто же такой этот сын. Если мы возвращаемся к Исаии 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекут ему имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Можно легко, знаете, вот это прочитать, вот это каждую черту просто пройтись. Ну, вроде бы понятно. Но я приглашаю каждого вникнуть, что это значит, каждое качество, о котором говорится. Порассуждайте вот с детьми, пусть они узнают, что они могут сказать об этом, что означают эти слова, что означают эти имена. И мы больше узнаем о том, кто такой этот сын. «Сын дан нам». Важно понимать, что Он дан для нас. «Дан» – это означает, что бесплатно, подарок. И если мы читаем 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих, написано, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот это драгоценное, великое, я думаю, можно сказать, самое драгоценное во всей вселенной, оно было дано для нас, как подарок. Оно было дано. И если можем, я думаю, с такой стороны даже порассуждать, вот написано, «обнищал ради нас», хотя это немножко в другом смысле, но я думаю, можно тоже так порассуждать, что вот представьте, что кто-то вам подарил подарок, богатый какой-то человек вам подарил такой подарок, что сам обнищал. Он обнищал. Или мы, я думаю, если сравнивать с этим миром, мы богатые люди. И вот подарок такой подарить кому-то, что сам обнищаешь от этого, это большое, и это бесплатно. И это говорит еще о щедрости и доброте Божьей, которую Он имеет к нам. «Сын дан нам». Нам – это лично нам. Для каждого из нас этот подарок. Он предлагается, Он дан. Он дан нам. А кто это такие мы, братья и сестры? Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы – это грешные люди. Мы, которые недостойны. Если мы говорим о том, что подарил такой подарок, что обнищал. Вот представьте, такой подарок еще подарить грешнику, человеку, который этого недостоин. Это то, что Бог сделал для нас. Это мы, люди грешные, такие неприемлемые, знаете, которым не должно быть какого-то расположения. Для нас Бог дал, подарил подарок сына. На прошлой неделе я в одном месте работал. Я занимаюсь строительством сейчас. Ну, подъехал к тому дому, где должен был работать. Там мальчик, девочка играют на улице. Я зашел, начал делать свою работу. Через какое-то время подходит вот эта девочка, ну, где-то лет пять, наверное, подходит, говорит, что ты здесь дом наш разбираешь, что-то в этом типе. Говорю, ну вот, ремонтирую ваш дом. А у меня есть шоколад на лице? Думаю, интересный вопрос. Говорю, нет. Пошла в дом. Ну, я потом подумал, наверное, где-то кушала шоколад без разрешения родителей и хотела убедиться в том, что не остался на лице шоколада. Пошла. Я дальше работаю. Через короткое время подходит мальчик. Тоже где-то ему пять лет. И подходит. Ты что здесь столько шума делаешь? Думаю, интересно. И я думал, сначала он так шутит со мной. Знаете, я с ним тоже так шутливо сначала отвечал. Говорю, ну, говорю, а что тебе, спать мешаю? Было три часа дня где-то примерно, чтобы вы понимали. Вот. Но чем, как бы я дальше с ним говорил, я понял, что человек просто, ну, этот мальчик, он просто, ну, такой, ну, наглый. По-другому не скажешь. Ну, даже эта девочка подошла. Я думаю, ну, смелая девочка. Думаю, я в таком возрасте не осмелся к незнакомому дяде подойти и так разговаривать. Вот. Ну, ты к нашему дому не подходи, а то я тебя ударю. Ну, я здесь прикрасил его слова. Он там высказал так намного грубее. И я так думаю, ну, интересный мальчик. Вот. И я обычно с незнакомыми детьми так не разговариваю, но я смотрю, у него, так бы сказать, ну, наглость как бы зашкаливает просто. Ему говорю, слушай, я думаю, тебе не получится это сделать. Ну, у меня старший брат есть, он тебя ударит. Говорю, слушай, ты знаешь, что так некрасиво вообще-то с взрослыми людьми вот так разговаривать, как ты разговариваешь? Ну, мне все равно, знаете, руки так сложил, мне все равно. Маленький мальчик, пять лет где-то. Думаю, интересно, он вообще-то что-то знает от Бога, может быть, или похоже, что как русский его соседский мальчик соседского дома. говорю, ему, ты знаешь, что Богу не нравится, когда детки вот так разговаривают? Стоит так, думает, думает, говорит, да, говорит, дьявол, он очень плохой, он людей на куски разрывает. Думаю, интересно, выражается мальчик. Ну, если знает про дьявола, значит, знает что-то про Бога тоже. Говорю, да, дьявол, он очень плохой, говорю, и когда ты вот так разговариваешь, то ты поступаешь же так же, как и дьявол. Стоит, нахмурился, знаете, молчит уже. Говорю, ты хочешь быть как дьявол, или хочешь быть как Иисус Христос? Стоит, стоит, там, пробормотал тихонько себе под нос, Христос, и убежал. Вот. Ну, я потом еще подумал, вспомнил, они вместе играли, мальчик этот с девочкой, я думаю, они, он, наверное, ее научил смелости, эту девочку, вот этот мальчик, вот. Ну, вот такое есть, знаете. И когда мы смотрим, это делают что-то дети, вот нам, ну, интересно, иногда забавно, вот, ну, это дети. Но когда взрослые похожие делают, мы можем сказать, ну, что ты как ребенок себе ведешь, да? Но на самом деле мы понимаем, мы знаем себя, свою натуру, свой характер, мы знаем, какими мы можем быть. Но Слово Божие открывает для нас, что нам, вот таким, дан Сын. Нам дан Сын. Если этот подарок мы приняли, братья и сестры, мы поняли, что это, ну, наверное, должна поменяться как-то наша жизнь. Наша жизнь должна говорить о том, что не просто Бог есть, но вот Иисус Христос, Он есть, Он меняет человека. Знаете, когда вот атеисты говорят и утверждают, заявляют, Бога нету, но на самом деле своей жизнью, так, как они живут, они доказывают то, что Бог есть. Потому что если Бога нету, то это можно очень просто доказать, тогда нету морали, тогда нету справедливости, таких понятий тоже нету. Но эти люди, они в своей жизни говорят о том, что есть мораль, есть справедливость, что надо вот так и так делать, а так и так нельзя делать. Они своей жизнью показывают, что Бог есть, потому что без Бога этого не может быть. Без Бога науки не может быть, существовать. Эти люди, они доказывают, что это есть своей жизнью, логики не может быть, если Бога нету. Но люди, атеисты пользуются этим каждый день, и они доказывают на самом деле, что Бог есть своей жизнью. Но интересно то, заметить тоже как контраст, что христиане иногда своей жизнью доказывают то, что Бога нету. Потому что если Бог есть, то жизнь как-то должна поменяться, Он же всемогущий Бог. Он же для чего-то пришел в этот мир, и мы говорим, чтобы поменять человека. Но если христианин, он живет, и он остается в том, что только поверхностно знает о Боге, и его жизнь только поверхностно меняется, ну, это как бы доказывает то, что нету Бога. И люди смотрят на Него, может быть, и думают, но Бога нету. И поэтому, братья и сестры, очень важно для нас в эти праздники, задуматься о том, что нам дан был Сын. Как-то делали опрос, спрашивали людей, в чем суть Рождества, вот на Рождество. И одна женщина ответила, ну, я не знаю. Потом подумала, говорит, наверное, Христос умер в этот день. И знаете, она была близка к правде, потому что за Христа забывают. Он в том смысле, что не существует как бы Христос, на Рождество уже. И вот вчера у нас были дети с детского дома, и там женщина говорила, я искала подарить своим сыновьям, дочерям подарки, где вот эта сценка, да, Иисус Христос в яслях, пастухи, ну, там мудрецов еще ставят, но это неправильно, потому что мудрецы уже позже пришли. Но вот эти сценки есть. Говорит, я искала по магазинам, везде не могла найти. Мы празднуем Кристос, разгар, все продается, столько подарков, а вот этого нет нигде. И пусть не будет так в нашей жизни, братья и сестры. Если дан нам Христос, то давайте будем так жить, как этот подарок, он есть у нас. Этот драгоценный подарок, неизречимый, если он есть у нас, мы как бы должны были обогатиться чем-то из этого подарка, то это должно проявляться в нашей жизни. Поэтому давайте в эти праздники, когда мы празднуем Рождество, когда мы радуемся, не будем забывать о том, что Сын был дан нам. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!